Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему последствий нерадикального хирургического лечения больных первичной меланомы кожи. Как показывает наше наблюдение, сегодня большинство больных первичной меланомы кожи впервые обращаются к дерматологам, косметологам, хирургам общего профиля, а не к онкологам. Результатом это является значительное число поставленных пациентам ложных и отрицательных диагнозов. Но, к сожалению, сегодня большой контингент больных первичной меланомы кожи продолжает подвергаться нерадикальным хирургическому лечению. И данный факт послужил основанием для проведения данного исследования. Материалом для настоящего исследования послужили ретроспективно клинико-морфологические данные о 1126 больных с гистологически верифицированной меланомой кожи, пролеченных в Институте онкологии с 1985 по 2010 года. У 838 больных имела место первичная меланома кожи, и они составили контрольную группу. Всем им было выполнено широкое сечение опухоли под общим обезболиванием по стандартной схеме в клинике Института онкологии Непетрова. Судьба всех пациентов была прослежена в сроке от 1 месяца до 18 лет, и остальным 288 пациентам первичная опухоль была нерадикально экономно иссечена амбулаторно-подместной инфильтрационной анестезией в различных лечебных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эти пациенты в различные сроки наблюдения после нерадикального лечения были направлены или самостоятельно обратились в Институт онкологии для консультации и лечения. Интервал времени с момента нерадикальной операции до обращения в Институт колебался от 2 недель до 20 лет. Причинами направления, а также обращения в Институт явились или факт наличия послеоперационной морфологической верификации меланомы, если таковая выполнялась вообще, или прогрессирование опухолевого процесса, что выражалось в виде возникновения местных рецидивов, транзитных метастазов, отдаленных метастазов, региональных метастазов. У 245 пациентов из 288 пациентов послеоперационной рубцы были широко исечены, отступя от их, видимо, краев не менее 2 см по стандартной схеме под наркозом. Причинами такой лечебной тактики явились наличие клинически определяемого местного рецидива в зоне послеоперационной рубца или, собственно, процедива или профилактика его возникновения. У остальных 43 пациентов послеоперационной рубцы не были исечены. Причинами этого явились или наличие региональных, а также отдаленных метастазов, или длительные более 5 лет временной интервала с момента нерадикальной операции, когда возникновение местных рецидивов могло быть маловероятным. Причинами этого явился тот факт, что пациентам просто не сообщалось о том, что у них имеется злокачественное заболевание. У 232 больных радикальные операции были выполнены в сроке до 1 года, это 80%. После нерадикального удаления первичной опухоли. Морфологическая верификация меланомы была подтверждена в Институте онкологии у всех нерадикально леченных 288 пациентов. К сожалению, вследствие ретроспективного характера исследования отдаленные результаты удалось собрать только у 179 пациентов из 288. Поэтому в анализе показателей общей и безрецидивной выживаемости участвовали только 179 пациентов. На первом этапе исследования были проанализированы показатели общей и безрецидивной выживаемости пациентов. Для этого весь массив пациентов, 1017 пациентов, были рождены на три группы. Первую группу, контрольную группу составили 838 пациентов. Это радикально оперированные больные, которые изначально были радикально оперированы в Институте онкологии. Ко второй опытной группе были отнесены 93 пациента, которым было выполнено нерадикальное экономное иссечение меланомы кожи. Однако при гистологическом исследовании после операционных рецидивов, местных рецидивов в рубце выявлено не было. В результате клинического обследования метастазов также не было выявлено. Обследование также проводилось в Институте онкологии. То есть, собственно, процедива в рубце мы не выявили. Третья опытная группа у нас составила 86 больных, которым также было выполнено нерадикальное иссечение меланомы кожи. Однако к моменту поступления для последующего радикального лечения имелись местные рецидивы или процедивы в послеоперационных рубцах или метастазы. Показатели, как видно на данном слайде, достоверных различий в показателях общей выживаемости больных первой и второй групп, собственно, мы вторую группу, у которых процедива и местного рецидива в рубце не имелось, мы можем назвать условно радикальными. Так вот между ними достоверных различий в показателях общей выживаемости не выявлено. А вот третья группа, которая пришла в институт онкологии уже с наличием местного рецидива, процедива или с метастазами, достоверно статистически различалась в показателе. Так, медиана выживаемости в контрольной группе составила 15 лет, во второй группе 11 лет и в третьей группе всего 3 года. Показатели общей выживаемости. Для того, чтобы оценить показатели общей выживаемости безрецидивного выживания в зависимости от уровня инвазии по кларку, поскольку все-таки уровень инвазии по кларку и толщина опухоли по Бресловой является основополагающим в стадировании данной нозологии, мы разделили на две группы больных для того, чтобы увеличить массив пациентов и получить статистическую достоверность. Первую группу мы выделили первый, второй и третий уровень инвазии по кларку, и вторую группу мы выделили четвертый и пятый уровень по кларку. К сожалению, толщину опухоли по Бреслову мы получить не смогли, поскольку, как вы понимаете, нерадикальное лечение, связанное с лазерным удалением, с радиоволновой хирургией, криодеструкции не предполагает сохранение полностью первичного очага, поэтому наш анализ проводился только по уровню инвазии по кларку. Так вот, в группе пациентов с первым, вторым, третьим кларком статистически первая и вторая группы, то есть радикальные и условно-радикальные группы между собой не различались, а различались только с третьей, закономерно с третьей группы, с пациентами, которые уже пришли изначально к радикальному лечению с метастазами, процедивом, рецидивом или метастазами. А вот в группе с уровнем инвазии 4-5 кларк как раз появилась статистическая значимость между первой и второй группами, то есть между радикальной группой и условно-радикальной группой, ну и закономерно отстают выживаемости третья группа. Показатели безрецидивного выживаемости мы оценили только в первой и третьей группе, поскольку вторая группа на начало лечения не имела рецидива, поскольку не было ни процедива, ни местного рецидива, ни метастазов. От точки отчета мы считали дату нерадикальной операции. Здесь статистически достоверные, достаточно закономерно, конечно, радикальные больные, достаточно высокие различия, достоверное различие P менее 0,01 различаются с третьей группой, которые к началу радикального лечения в институте онкологии уже пришли с метастазами, процедивом, местным рецидивом. Вторым этапом нашего исследования, предваряя будущие вопросы, значит, как имеется ли зависимость от вида прогрессирования опухолевого процесса, с чем пришли пациенты, мы разделили массив нерадикальных больных, группу нерадикальных больных на 4 группы. И в собственном исследовании у нас использовалось 5 групп. Первая группа – это, соответственно, контрольная группа, изначально радикальные больные и пятая. И вторая группа, которую мы разделили на 4 подгруппы, это вторая группа пациентов условно-радикальные, у которых к началу лечения не имелось ни процедива, ни местного рецидива, ни метастазов. Мы их, собственно, называем условно-радикальными. Третья группа – это 7 пациентов, у которых рецидива, процедива в рубце не было, но было наличие метастазов. Четвертая группа – это 24 пациента, у которых был рецидив, процедив в рубце и отсутствие метастаза. И пятая группа, самая худшая по прогнозу выживаемости – это с наличием и рецидива, и метастазов. Показатели общей выживаемости больных в данной группе закономерно разделились. Здесь статистически достоверно между собой в показателе общей выживаемости первая и вторая группа не различались. К сожалению, для пациентов, к счастью, радикальные больные с условно-радикальными больными по показателям общей выживаемости не различаются. Однако закономерно различаются, как раз выделились группы с наличием метастазов, процедива в рубце и метастазов в региональных и отдаленных метастазах. И такая же аналогичная картина мы можем наблюдать в анализе показателей безрецидивной выживаемости, где видим аналогичную картину. Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о возможной экстазионной биопсии первичной мелановой кожи под местной анестезией в пределах здоровых тканей. Когда мы не лазером высекаем, а просто тотальную биопсию выполняем. С последующей радикальной операцией. Однако мы продолжили анализ данных и выявили статистически достоверные различия в показателях пострецидивной выживаемости. Когда, используя первую и вторую группу, мы используем дату рецидива и радикальных больных, и условно-радикальных. И вот как раз в данном анализе видно, что статистически худшие результаты у группы условно-радикальных больных. Как видно на слайде, у нас условно-радикальные больные ушли в худшие показатели. Годичная по средним выживаемости больных в контрольной группе составила 83%, а во второй группе 61%. В заключении хотелось бы сделать следующие выводы. Что отсутствие рецидива заболевания у нерадикально леченных больных первичной меланомы кожи до начала радикального лечения явилось благоприятным прогностическим фактором. У нерадикально леченных больных даже при отсутствии местного рецидива или метастаза к моменту широкого исечения после операционного рубца прогноз заболевания в целом все-таки ухудшается за счет снижения показателей пострецидивной выживаемости. Все пациенты, подвергшиеся нерадикальному хирургическому лечению первичной меланомы кожи, нуждаются в последующем широком исечении отступления менее 2 см от после операционного рубца под наркозом в наиболее ранние сроки. И, к сожалению, большая часть нерадикально леченных пациентов была лишена возможности получения последующего радикального лечения ввиду их неосведомленности, а злокачественности своего опухолевого процесса. И вследствие этого не обращение к онкологу в профильные учреждения. Это было связано с невыполнением гистологического исследования амбулаторно-удаленных кожных образований. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Вадимовна. Один вопрос, пожалуйста. Можно я? Ну, на правах гостя. Да, да, пожалуйста, реально. Я хорошо знаком с этой работой и вообще я хорошо знаком с работами, которые выходят из института Петрова. Ваше отношение к локальному рецидиву в свете того, что меланома в принципе является метастатической болезнью, это явление случайное или это предвестник общего метастазирования? Что больше было по вашим данным? По нашим данным, местный рецидив все-таки сохраняет свои позиции и по литературным данным не более 5%, если это радикальные операции. Если не радикальные, то процедив или местный рецидив – это закономерная ситуация, учитывая не радикальную операцию. В случае с нерадикальными операциями, то, к сожалению, местный рецидив, как вы правильно заметили, это предвестник отдаленных или региональных метастазов, что закономерно будет ухудшать прогноз заболевания. У вас так и получилось, да? Да, да, да.